Катушка, по которой течет электрический ток, проявляет магнитные свойства. Если в нее вставить железный сердечник, он намагнитится, и создаваемое катушкой магнитное поле заметно увеличится. Получившийся электромагнит удерживает стальную пластинку весом 20 граммов. Посмотрим, сколько граммов еще можно добавить. 100 граммов, еще 100 граммов, еще 100, мы уже добавили 300 граммов, а магнит все еще их удерживает. Еще 50 граммов, и только теперь пластинка оторвалась от электромагнита. По этому принципу работают краны с электромагнитом, способные поднимать достаточно тяжелые грузы. Представьте себе, сколько времени потребовалось бы на перегрузку этих деталей, а электромагнитный кран поднял их за один раз. А теперь мы построим из катушки электромагнитное реле, устройство для удаленного включения и выключения электрического тока. Электромагнит при пропускании через него тока притягивает к себе стальную линейку. Когда ток отключается, линейка разгибается. Во вторичную цепь поставим батарейку и лампочку. Когда линейка касается контакта, цепь замыкается и лампочка загорается. А теперь замкнем реле дистанционно. Мы включаем и выключаем питание электромагнита, а реле включает и выключает питание лампочки. Первые реле применялись в различных конструкциях электрического телеграфа. В телеграфе Морзе с помощью замыкания и размыкания ключа передается последовательность точек и тире. Передаваемый по длинным проводам электрический сигнал постепенно ослабевает. Чтобы увеличить расстояние передачи, этот сигнал подается на реле, которое включает и выключает электрический ток в следующем участке цепи. Слово реле в переводе с французского исходно и означало передачу эстафеты. А теперь превратим реле в электрический звонок. Прикрепим к линейке грузик, чтобы уменьшить частоту ее собственных колебаний. Установим контакт так, чтобы он касался линейки сверху. Сейчас цепь замкнута. Когда электрический ток потечет через обмотку электромагнита, линейка притянется к нему и цепь разомкнется. Электромагнит отключится, линейка вернется на место и цепь опять замкнется. И так раз за разом. Цепь будет то размыкаться, то замыкаться. Включаем питание и установка начала работать. Линейка колеблется на частоте, близкой к частоте ее собственных колебаний. Поэтому изменение напряжения практически не меняет частоту колебаний. Зато сила ударов заметно увеличивается. Редактор субтитров А.Семкин